В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. В муниципалитете подведены итоги работы за январь и намечены планы на текущий месяц. Нам в обязательном порядке нужно сохранить все самое лучшее, то, что уже наработано годами, те практики, которые есть. Контролировать качество питания в школах могут не только соответствующие службы, но и родители учеников. Я, честно, первый раз пробую гречневую кашу сладкую. И шикарно. Недавно благоустроенная набережная реки Купеленко. Довольны ли местные жители? Плитка везде гуляет. Положена на сырую землю, без песчаной подсыпки, безо всего. Совершенно недопустимо. Оперативное совещание прошло в районном центре культуры и досуга города Видное. Его участники отчитались об итогах работы за прошедший месяц. Заместители главы муниципалитета, руководители управлений и служб округа не только подвели итоги работы за январь 2020 года, но и озвучили планы на ближайшее будущее. Исполняющий обязанности главы Ленинского района озвучил изменения в рейтинге 50, который позволяет оперативно определять эффективность работы муниципальных властей в Подмосковье. По итогам 2019 года Ленинский район занял 34 место, что является так называемой «желтой зоной». На будущий год Алексей Спасский поставил задачу перейти в «зеленую зону». Нам в обязательном порядке нужно сохранить все самое лучшее, то, что уже наработано годами, те практики, которые есть. Ну и подумать, что может быть привнести в нового. Обязательно встреча в коллективах, обязательно встреча в территориях, обязательно разговор с жителями. И где-то на равных, где-то, может быть, принимая их наказы. Краткие итоги работы в сфере образования, медицины, культуры и спорта подвел первый заместитель главы районной администрации Дмитрий Волков и обозначил задачи на февраль. Одна из основных – привлечение новых кадров в местное здравоохранение и поддержка работников медицинской сферы. Мы фактически оказываем меры компенсационной поддержки, аренду по 15 тысяч в месяц. Это 67 специалистов, мы дальше это будем продолжать. Конечно же, это транспортные расходы, но и немаловажные меры поддержки, более 2 миллионов, это поддержка молодых специалистов медицинской отрасли. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов в докладе рассказал о планах по ремонту автомобильных дорог и комплексному благоустройству дворовых территорий, число которых в нынешнем году составит 15. Также заместитель главы администрации отчитался по строительству дорог. Выезда из деревни Тарычева, проект которого отдан на экспертизу, и выезда из 6 микрорайона. Производится монтаж монолитной водопропускной трубы, монтаж сетей ливневой канализации, и разбивка трассы инженерных сетей. На площадке задействованы 11 единиц техник, 24 рабочих. В настоящее время застройщик нарабочивает темп работы для сдачи объектов в заявленные сроки до 1 июня 2020 года. На совещании был затронут вопрос несанкционированного вращения с отходами на территории Раменского городского округа, который находится вблизи поселка Володарского. С участием руководства заместителя, курирующего Раменского городского округа, сотрудников полиции, надзирающих органов, было проведено совещание в Володарском поселении, на котором было заявлено о том, что администрация Раменского района примет исчерпывающие меры для того, чтобы, собственно, ликвидировать данную свалку. Речь также шла об очистных сооружениях городского округа. Александр Усков выразил уверенность, что строительство очистных в поселке Петровское будет включено в региональную программу. На данный момент проект строительства таких сооружений в деревне Калиновка проходит московскую областную экспертизу. Немаловажным является то, что мы прекратим с вами работу канализационных очистных сооружений, которые внесли существенный вред в экологию нашего городского округа. Речь идет о КНЕС, об очистных Купеленко и очистных микрорайона Завидное. Следующее расширенное заседание состоится в начале будущего месяца. С февраля началась электронная запись в первый класс. В школах Ленинского городского округа в 2020 году ожидают более 2,5 тысяч первоклассников. Готовится к формированию 94 первых класса. Подать заявление можно в электронном виде через региональный портал Госуслуг Московской области. Записаться можно в школу, которая закреплена за той территорией, где официально зарегистрирован будущий первоклассник и его семья. Если ребенок не зарегистрирован на территории, прикрепленной к образовательному учреждению, документы в желаемую школу можно подать, начиная с 1 июля, при наличии свободных мест в данном учебном заведении. В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева разработали список дополнительных предложений по повышению качества питания в школах. Теперь родители могут самостоятельно его оценивать, а их жалобы будут фиксироваться на портале Добродел. Наш корреспондент Максим Козлов отправился в 11-ю Виндовскую школу, чтобы узнать, готовы ли учебные заведения к новшествам. Но оказалось, что практика, когда родители могут контролировать и даже дегустировать питание школьников, существует в Ленинском муниципалитете уже долгие годы. Перемена в школе – повод не только отдохнуть, но и подкрепиться. Но не только детям подают сегодня кашу. За отдельным столом расположились мамы учеников школы. Они – члены общественной комиссии, которая следит за качеством пищи, подаваемой в школьной столовой. Причем инициаторы подобной проверки – сами работники школы. Просила классная руководительница поучаствовать в общественной комиссии по дегустации. Мы были записаны на завтрак. Еще и бывает дегустация обеда. Мы записаны на завтрак. Традиция привлекать родителей к контролю за качеством школьного питания существует в Ленинском муниципалитете уже несколько лет. Во всех школах для тех, кто изъявил желание быть дегустаторами, составляется график. Пока нареканий к пище не было. Кто-то может прийти во время обеда, кто-то может прийти с утра. Поэтому по желанию родителей мы составляем такой график, который им самый удобный. На школьный сайт периодически поступают письма от родителей, где благодарят за еду, которая готовится в школьной столовой. Слова директора подтверждает и одна из дегустаторов. Детям нравится. Всегда, когда приходят домой, им нравится школьное питание. Всегда они сытные. У меня и на продленке остаются, и кушают тут. Все им нравится. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева разработан список дополнительных предложений по повышению качества питания в школах. Сейчас столовые подмосковных школ обслуживают около 100 поставщиков питания. С февраля будет составляться их рейтинг, учитывая отзывы родителей учеников. В настоящее время на родительских собраниях проводится работа, чтобы как можно больше родителей приходили, проводили дегустацию блюд и оценили качество питания. Только все вместе мы сможем организовать питание должным образом. Тем временем дегустация подошла к концу. В специальном журнале все члены общественной комиссии оставляют свои рекомендации, пожелания и претензии. Правда, и в этот раз их нет. Все отлично. Все чисто, вкусно. Все хорошо. Я, честно, первый раз пробую гречневую кашу сладкую. И шикарно. Из более чем 24 тысяч учеников Ленинского городского округа, 21 тысяча питается в школьных столовых. Сотрудники отдела образования, администрации муниципалитета подчеркивают, что всегда готовы выслушать вопросы и пожелания родителей учащихся. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сегодня в рубрике «Дежурный по району» наш корреспондент расскажет о недавно открытом парке в микрорайоне Купеленко. Со стороны местных жителей поступает много жалоб по качеству выполненных здесь работ. Юлия Погостьян проинспектировала территорию и готова вынести свой вердикт. Долгое время жители микрорайона ждали благоустройства набережной вдоль реки Купеленко. Наконец дождались, но, по их мнению, работы были выполнены некачественно. Многие объекты нуждаются в реконструкции. «Плитка везде гуляет. Положено на сырую землю, без песчаной подсыпки, безо всего. Совершенно недопустимо. Тяп-ляп, получается, что так. Затрата денег напрасная». «Не озеленили. Газон усели уже, когда мороз был. Если это полностью сдано, это ничего. Ни планировку не произвели, ничего. Все осыпется». В целом местные жители парком довольны. Это отличное место для прогулок. Здесь даже организовали площадку для выгула собак. Большой амфитеатр для проведения массовых мероприятий. Только и он уже ломается. Сделанное из фанеры сооружение от влаги начинает гнить и местами разваливаться. Недовольны люди и отсутствием стоков. Говорят, во время оттепели вода будет стекать не в реку, а на площадке. В непригодное состояние пришла и одна из лестниц, ведущих к набережной. Обвалился бордюр. Кстати, по лестнице у мам с колясками еще ряд замечаний. «На коляске не заедешь. Колеса проваливаются. Сразу видно, что они даже не примеряли, когда делали этот пандус». «Неудобно, особенно еще по скользкой дороге. Поэтому будем обходить теперь лесом». «Еще вот эти спуски, они очень скользкие. И вот здесь, не знаю, то ли посыпать, то ли еще что-то. Ну, то есть коляску держишь и боишься, постоянно нога на тормозе». «Не убирают?» «Ну, не посыпали. Очень скользко. Мы третий раз сюда приходим. Очень скользко». Чтобы узнать, планируется ли ремонт всех этих объектов, мы обратились в администрацию Ленинского района. Ситуацию прокомментировала начальник управления дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Анна Карпова. «Данный объект находится на гарантийном обслуживании в течение двух лет. Соответственно, при наступлении благоприятных погодных условий, просто зимой не проводятся работы, не связанные с бетоном, не связанные с асфальтом. В рамках гарантийных обязательств подряд на организации, проводивших выполнение работы благоустройства зоны отдыха, будет выполнен ремонт». А значит, весной все замечания будут устранены, и набережная станет комфортным для прогулок местом. Только вот дожидаться этого момента приятнее с очищенной от снега и наледи территорией. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. В районном историко-культурном центре открылась выставка «Отражение» с отружеством московских художников «Арт Эйдос». Работы 13 авторов. В основном пейзажи, натюрморты и портреты созданы в традициях реалистической школы, но все они абсолютно не похожи друг на друга. На торжественном открытии экспозиции побывала Екатерина Борисова. Передвижной выставочный проект «Отражение» путешествует по России с 2019 года и вот, наконец, добрался до видного. Здесь представлено около 80 работ 13 московских художников, в основном пейзажи и натюрморты. В районном историко-культурном центре прошло торжественное открытие экспозиции под названием «Отражение». Ее авторы – члены Содружества «Арт Эйдос», созданного в 2016 году преподавателями художественной школы. «Арт Эйдос» – это термин античной философии, который обозначает образ. И, собственно говоря, именно это и объединяет художников. То есть мы все объединились на базе того, что образ для нас – самое главное в искусстве, передача художественного образа. Люди живут одной жизнью, одними идеями, друг к другу учимся, друг к другу что-то подсказываем, как-то вот подстегиваем. Это очень важно, вот именно Содружество. Это очень важно. «Арт Эйдовцы» работают в различных стилистических манерах и техниках. Тем не менее, не отступают от традиций реалистической школы. Есть графика, есть масло, есть акварель, есть пастель. Абсолютно разные работы, но безумно интересные, яркие. В центре их внимания окружающая нас действительность, поданная сквозь призму восприятия конкретного автора. Воздушные пейзажи, воспевающие красоту природы и животного мира, соседствуют с картинами, где архитектура изображена с фотографической точностью. Рисуя забрушенную подмосковную усадьбу «Медная Бласова», художник Александр Рац в мельчайших деталях передал даже надпись, оставленную неизвестными подростками. Я хотел показать вот это вот, с одной стороны, прекрасную природу, прекрасную архитектуру, с другой стороны, вот это запустение, которое очень, конечно, нас всех, любящих архитектуру, русскую природу, очень огорчает иногда. Это ни в коем случае не назидание какое-то, так сказать, потомкам, а просто объективный взгляд на то, что я вижу. А художник Василиса Завалина видит прекрасное, казалось бы, в совершенно обыденных вещах, окружающих любого горожанина. Есть немного такая тенденция, что искусство стремится к такому идеальному миру. Но этот идеальный мир, его не так-то часто и встретишь. При этом люди проходят и совершенно не обращают внимания на то, что вокруг них. А вокруг них порой тоже очень много красоты. Выставочный проект «Отражение» успел побывать уже в нескольких городах России и в конце месяца снова отправиться в путешествие по выставочным пространствам. Так что спешите познакомиться с экспозицией, которая будет работать в Историко-культурном центре до 24 февраля. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. В этом году в девятый раз состоялось торжественное вручение национальной премии «Страна». Церемония награждения победителей прошла в Сити, в Меркури Спейс. Наш телеканал в третий раз принял участие в фестивале. Своими впечатлениями готова поделиться Татьяна Брылова. 80-этажное здание Меркури Спейс соответствует масштабам, ставшей любимой многими телевизионщиками нашей страны национальной премии, которая так и называется «Страна». Насколько многогранна и велика Россия, настолько разнообразны и представители фестиваля. Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Хабаровск, Улан-Удэ. Кажется, нет такого места, откуда бы не прислали работы на этот конкурс профессионального мастерства. Прежде всего, это общение. Общение с коллегами, обмен опытом, обмен впечатлениями, обмен перспективами. На самом деле, это очень важно. Вот собрать всех и показать разноплановость, разнорегионность, разножанровость, обменяться мнениями, поучиться друг у друга. Это, в общем-то, замечательно. Страна большая. Это очень хорошо. За одним столом встретятся Волгоград, Курган, Дмитров, Троицк. На фестиваль «Страна» присылают, как правило, самые сильные работы, ведь конкуренция невероятно жесткая. В составе жюри такие мэтры тележурналистики, как Оксана Барковская, Кирилл Набутов, Леонид Млечин, Игорь Прокопенко. Под предводительством президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева они тщательно отсматривают и выбирают лучшие работы лучших журналистов, телеведущих. Первое место в номинации «Общий дом» присуждается картине, которая сделана про человека, которого молодые люди, возможно, не знают. Награждается фильм, посвященный доктору Паузу Паустовскому, Константину Георгиевичу Паустовскому, сценарист и режиссер Тихон, телекомпания «Ника». Город Калуга. Всего в нынешнем году Национальная премия «Страна» предложила семь номинаций, среди которых как «Традиционный», «Общий дом», «Большая страна», «Лучший в профессии», так и «Новый». «Дневник памяти» собрал работы, посвященные 75-летию Великой Победы, и не только. 16 интереснейших фильмов. Выбрать лучший было невероятно трудно. Победителем стала работа «Эпоха Ельцина» из Свердловска. «Большое спасибо. На самом деле очень приятно, что проект, который для нас стал действительно личным, оценили не только. Вот мы действительно, над ним было очень приятно работать. Это была не только работа, это было большое удовольствие». Семь работ было представлено в номинации «Игрового кино. Начало». Первое место заняла короткометражная лента не профессиональных кинематографистов, а сотрудников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних из Якутска. В целом же оценивающий работы в данной номинации Егор Кончаловский отметил уникальность каждого фильма. «Это очень приятный процесс. Смотреть эти фильмы и видеть, что действительно люди с огромной любовью относятся к тому, что они делают. Иначе они не стали бы это делать. С одной стороны, и с другой стороны, с удивительной какой-то такой очень простой глубиной, вот я бы так сказал, или глубокой простотой». Наталья Палинова судила еще одну интересную номинацию «Большая сцена». Ее задачей было выбрать лучший музыкальный клип. «Замечательная премия «Страна», на которой я уже не первый год являюсь членом жюри в номинации «Большая сцена». Работы были качественные, их было много, но победил сильнейший, я надеюсь». Гран-при фестиваля получил фильм, снятый республиканским телевизионным каналом из Коми. «Заслуженный артист «Блага» работает с Сыктывкара, получает гран-при из рук Эдуарда Соколаева». Ну а уже осенью следующего года будет объявлена 10-я юбилейная национальная премия «Страна». Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ Под оглушительный рев моторов в деревне Горки прошло командное первенство по мотокроссу и питбайку. Один из самых зрелищных и азартных видов спорта с каждым годом становится все популярнее. Растет число его поклонников, среди которых и наша съемочная группа. Десятки мотоциклов от самых маленьких до мощных байков. В Горках прошлись соревнования по мотокроссу, организаторами которых традиционно выступили Московская областная организация технических видов спорта, Видновское казачье общество и молодежный мотоклуб «Юность». Сегодня у нас праздничный день. Проходит командный чемпионат России по питбайку, который организован в честь нашего бывшего тренера Владимира Николаевича Золотарева. Мы уже третий раз проводим это мероприятие. В этот раз покорить трассу приехали почти 100 мотогонщиков не только из Подмосковья, но и разных регионов России. Многие из них ученики Владимира Золотарева, чей премьер вдохновил на занятия мотокроссом. Перед началом стартов вдова спортсмена Нина Золотарева обратилась к участникам с приветственным словом. Прислушивайтесь к своим тренерам, к своим взрослым товарищам, которые уже прошли определенный путь в спорте. Дерзайте. Поменьше травм, здоровье. И самое главное, если у вас есть цель, вы всегда будете побеждать. Оказаться первым на финише, конечно, хотел каждый. И дети, и взрослые, и даже многократный чемпион Европы по мотоболу Геннадий Митц. Спортсмен, для которого мотокросс – любимое хобби, признается, что вырвать победу на резких подъемах и крутых поворотах под силу только лучшим из лучших. Здесь все люди хорошие, в первую очередь. Ну, а, конечно, нужно не бояться, потому что спорт экстремальный, часто травмы бывают. Нагрузка в мотокроссе колоссальная. Пульс может доходить до 200 ударов в минуту, а сам гонщик во время езды постоянно в стрессе, пытаясь удержать мотоцикл на неровностях и выравнивая его в прыжке. Ну, какой же адреналин и кураж. Неудивительно, что фанатами мотокросса становятся все, кто хоть раз видел это азартное зрелище. Кстати, среди участников соревнований немало представительниц прекрасного пола. Екатерине Потаповой всего 13, но уже несколько лет она серьезно тренируется. Сегодня юная байкерша улучшила свой результат. Добиваться успехов ей помогает не только стальной характер, но и любовь к мотоциклам. Просто приятно. Адреналин, успокоение какое-то, удовольствие. Просто едешь и расслабляешься. Просто нравится. А не страшно? Нет, не страшно совсем. Тех же ребят, кто пока еще не на байке, ждут в досуговом центре «Юность», на базе которого организована секция для детей по мотокроссу. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.